Всем здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать свой отзыв о том, как я делала лазерную эпиляцию, помогает это или не помогает, стоит ли на это тратить деньги. Или это надумки и реклама косметологов. Итак, первое, кто посоветовал мне сделать лазерную эпиляцию. Я давно хотела сделать лазерную эпиляцию, потому что читала, что волосы не растут в течение 4-6 месяцев. Разумеется, это очень подкупает и хочется попробовать. Самой такой крайней точкой для того, чтобы точно решиться пойти сделать эпиляцию лазерную, было то, что когда я ходила на массаж, мне девушка-массажистка сказала, что она делает лазерную эпиляцию, ей очень нравится, она посоветовала определенный центр медицинский и посоветовала определенного врача. Но, к сожалению, в последующем меня записали к другому врачу, но все по порядку. Массажист, которая мне делала массаж, очень рекомендовала лазерную эпиляцию. Она сказала, что эпиляция действительно помогает, волосы растут намного реже, намного более тонкие, и их практически не видно. До этого я читала много противоречивых отзывов о эпиляции в интернете. Кто-то говорил, что помогает, кто-то говорил, что не помогает. И из-за того, что процедура достаточно дорогостоящая, сама лично я на нее идти не решилась, не решалась до этого момента. Поэтому так надолго откладывала. Так, какая была подготовка к процедуре? Когда я записывалась на лазерную эпиляцию, мне администратор в клинике сказала, что непосредственно перед эпиляцией, либо самое раннее, за день до эпиляции, нужно побрить ноги бритвой, не пользоваться кремами и не пользоваться воском. Или другими способами удаления волос, кроме бритвы. Побрить волосы бритвой, не пользоваться кремом, не загорать в течение двух недель до эпиляции. Ну и, наверное, все из таких. А, ну, разумеется, быть не в положении, не кормить грудью, без инфекционных и каких-то заболеваний кожи. Процедуру проводить с остальными. Процедуру в остальных случаях проводить можно. Единственное, за что я волновалась в лазерной эпиляции, это то, что у меня на ноге есть родимое пятно. Оно размером с монетку. И я боялась того, что даже, говорят, от солнца нужно очень хорошо защищать родинки и родимые пятна. А эпиляция, ну, это, возможно, я боялась, что тоже принесет какой-то вред. Но, когда я пришла к врачу, я видела, что некоторым девушкам их родимые пятна замазывали белым карандашом. Мне сказали, что необходимости в замазывании родимых пятен нет. Ходила я в клинику Шайнест, кому интересно. Лазерная эпиляция ног, голени плюс бедра. Стоила 50 долларов на две ноги. Одна процедура. При проведении процедуры меня положили на кушетку и сначала смазали или очистили ноги ватным диском, наверное, смоченным в спиртовом растворе, скорее всего. Но я точно не знаю. Вот, мне обработали ноги. И у врача в кабинете было два лазера. Она выбрала для меня лазер Паламар. Так, что по ощущениям, больно или не больно? Я думаю, что если у человека болевой порог не сильно чувствительный, то будет терпимо. Если сильно чувствительны люди к боли, к порезикам даже мелким, то процедура будет для них очень больная. Для меня, ну как мне, потерпеть можно. То есть, если я буду точно видеть, что результат хороший, потерпеть однозначно можно. Если так подумать, на ощущение, вот эта боль от лазера, по ощущениям, как будто выдирают волосы, так вот медленно выдирают волосы. И одновременно чем-то теплым пригревает. И от этого, как бы, ощущения такие более неприятные становятся. То есть, мало того, что кажется, как будто вырываются волоски, но еще и тепло идет. Хотя, хотелось бы, чтобы после того, как была какая-то болезненная реакция, сразу шел холодок. Охлаждал. Ну, я бы сказала, что по болевым ощущениям, наверное, ну, баллов 5 из 10 мне по степени болезненности был лазер. После процедуры мне нанесли пантенол на кожу и сказали полежать где-то 3 минуты. После процедуры, сразу вот после процедуры, у меня не было абсолютно никаких болевых ощущений. То есть, они прошли, наверное, сразу вот как последний луч лазера она мне пустила в кожу. Прошло секунды 3, и болевые ощущения у меня полностью прекратились. И я лежала, кайфовала с этим пантенолом, кремом на ногах. Немножко полежала минутки 3, и она мне сказала, можно уже собираться. В целом, процедура длилась примерно минут 40-30-40. Было очень много вспышек, и самые болевые места, это у меня были колени. Когда она мне подходила к коленям, ну, то есть, если на всей ноге у меня была чувствительность, допустим, 3 из 10, то когда она подходила к коленям, то чувствительность возрастала, наверное, до 10 из 10. Вот, и она сказала, что... И врач сказала, что у большинства людей колени — это такие проблемные места, потому что они очень чувствительные. И мало того, что они чувствительные, они еще имеют рельефную форму, и чтобы хорошо пройтись лазером, нужно там делать много вспышек. Почему в некоторых местах больнее, в некоторых, наоборот, я ничего не чувствовала? Например, на внутренней поверхности бедра я вообще не чувствовала лазер. Почему? Как мне объяснила врач, это из-за того, что на внутренней поверхности бедра у меня, скорее всего, росли не сформировавшиеся пушковые волосы, а пушковые волосы лазер не удаляет. То есть, если у вас надуманные усы, допустим, усики есть, вам кажется, что они есть, на самом деле это просто пушковые волосы, то лазер их не удалит. Только если это уже имеющий пигмент, сформировавшиеся, наверное, волосы. После процедуры я спросила у косметолога, делает ли она себе лазерную эпиляцию, и она сказала, да, конечно, что-то типа того, и как-то было непонятно, как бы иронично она это говорит, или она действительно делает себе эпиляцию, но волос, например, на руках у нее не было, поэтому, скорее всего, все-таки делает. Сразу после эпиляции, там, в ближайшую неделю, эффекта видно не будет. Мне это сказала врач, что волосы начнут выпадать примерно через неделю, а на повторную процедуру нужно идти примерно через 3-4 недели. В зависимости, наверное, от того, как быстро у вас формируются новые луковицы и растут новые волосы. Кстати, покраснений никаких, высыпаний, ничего тоже у меня не было. Все прошло хорошо, ну, только осталось ждать результата. Результат я, наверное, буду писать под видео. Я напишу результат после одной недели, что я увидела после одной недели процедуры, и после трех-четырех, ну, по прошествии трех-четырех недель я дальше дополню свой отзыв о том, как мне это помогло или не помогло. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok